Всем доброе утро. Наконец-то я воспользовалась своим наборчиком. Помните, в кишени была распродажа, я уже даже не помню сколько он стоил гривен, 11 может 9 не знаю. Обалденно, щёточкой наносить маску. Я никогда этого не делала щёточкой. По крайней мере глину вот эту, которую я распила. Сейчас покажу. Кстати, очень классная глина. По крайней мере она мне сейчас нравится по консистенции. Я сделала мыло с дегтяным мылом. Сделала вот этот от Greenway Scrap для лица. Что-то так плохо видно. И белую глину вот эту Alen купила в Сипо у нас. Наша украинская вместо Днепро делает. Вот. Очень классная такая кремовая консистенция. Обалденно. Кстати, мне глину очень выгодно покупать. Вот у кого финансово не очень совсем, то вот глина вообще самый бюджетный вариант маски. Вот. Очень дешево, гривен 11 стоит. А то бывает и дешевле можно купить по скидкам. И ничем не хуже альгинатных масок. Кисточкой советую прям наносить. Такой шпатель. Им, кстати, я размешивала в таком маленьком салатнике. Вот. А подглаза я знаете, что в последнее время делаю? Просто крем наношу. Любой. Сейчас вот такой подглаза. Пока действует маска. Правда я сильно ее близко нанесла. Вот так вот. Кремчик. Он сделает свое дело. Смягчит кожу под глазами, слегка увлажнит. И... Почему кажется, что когда вы наносите крем под глазом, крем для глаз, то эффект какой-то есть. Потому что кожа смягчается. Естественно, она разравнивается. Так что такое мое утро. Сегодня понедельник. Никто никуда не пошел. Все дома у нас. Дочка приехала. Сейчас я ее взорвала по своим мамочкам. Вот. Не встречала. А не зашли мы в доме. Вот. А мы не поехали, не пошли в школу. Потому что... Сейчас расскажу. Сын вчера гунул сильно-сильно на выношение. Поэтому я понимала, что его путить утром бесполезно. Тем более я проспала. Восемь. Ему уже надо было хотя бы на полпути ехать в колледж. Виталенка спала как суслик в восемь утра. Я проспала. Я встала в восемь утра. Это очень поздно. Вот. В восемь пятнадцать мне надо быть под школой, чтобы завести ребенка. То есть в восемь пятнадцать их уже заводят в школу. То есть зайти я туда не могу. Поэтому за пятнадцать минут не стала ее дергать. Это надо было очень быстро собирать ее сонную. Пихать едой. Знаете, короче, не захотела. Написала учительнице. Вот. И Артура тоже не стала путить. Вот. Спит. И дочка сейчас приедет, завалится спать. У меня сегодня девочка на маникюр. Так что у нас сонное царство. Муж уже в Харькове. Позвонил. Все нормально. Но я сейчас, пока масочка будет на мне, я полезу в тушь. Уже завтракали. Кисточка, кстати, здесь вот такая вот синтетическая, плоская. Классная вообще. Блин, надо было два брать. Ладно. Так уж сохнет мой наборчик. Вот. А я пойду спать. Ох, а я искала. Я хотела вот этот нанести. Он более гадьель такой. Ничего. Все. Пошла я в тушь. Начинаем на вывлок. Новый день. Так. Решила пожарить печень не как обычно. Обычно я говяжью лесу не печу. Печень оббиваю, как беточки, да, в муку и жарю каждый кусочек отдельно. И потом отдельно жарю лук и перекладываю сверху луком. Но куриную я жарю всегда вот так на сковородке. Просто с муком. И вот решила вот так вот тоненько порезать. И попробовать по говяжью печень пожарить без муки, во-первых, меньше калорийно. И посмотреть, насколько она будет вкусная и мягкая. Вот так вот я жарю. Добавлю сейчас где-то 3 больших, а то может и 4 луковицы. И накрою крышечкой, пусть она жарится потихонечку. Вот я все еще хожу с маской, еще в душ никак не могу залезть. Но я пойду в душ, пока печень жарится. Добавила аж 4 луковицы. Вот это много. Вот уже перемешаю. Накрою крышечкой и пока пойдем в душ, будет пушиться, жариться. Как хотите это называется. Вот. Вот такая печеночка. Я печень обожаю. Вообще люблю потрохану беру. С детства очень люблю вот это все. Ну вот не знаю почему, но видимо в моем органе не хочется. Я хищница. Все. Закрываю крышечкой, пусть пушиться. Потом посолю. Ну, показывайся. Красотка. Губы не мазаны, навеки не мазаны. Мы поехали в центр. В центр? Да. Вот видите, сколько мало ребенку надо. Все, едем в центр гулять. Идем на Петровку пешком. Гео-м-м. Гаталин. В Гаталинке новые тени, которые я купила, жидкие, да? Покажи, вот как они блесцат. Без вспышки. Нет, они без вспышки. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Вот это речпорт наш. Субтитры создал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 Страшная сказка Мы тут приезжаем на Аболоне У нас тут музыкальный фонтан Как раз включили, да? Угу У нас Лизику даже лезли Как на Хрящатике Это... Он брызает туда, так, что мы не пойдём туда сидеть А кто поймёт? Кто поет? Ты самый маленький. Ты самый маленький. Хороший. Такой пух. Детская песня 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 Я обожаю печень Так, у меня обед сегодня Такой, пшенная каша Никогда не умела варить пшено Чтоб оно не горчило Я уже ее и промывала По сто раз Что я только с ней не делала Короче, кто не знал Что делать, чтобы не горчила пшенная каша Ловите от меня Лайфхак Промывайте ее хорошо Кстати, почему-то пшено самое грязное Из всех круп Я не знаю почему И ставите холодную воду Оно закипает Выключаете и промываете еще раз Хорошо И потом варите Обалденная каша получилась Я ем ее с сыром тертым Класс Вы не представляете Какая вкуснотища Пойду еще куплю пшена Буду обязательно теперь варить Очень нравится Очень вкусно Так что у меня обед такой Скромный Скромный Она разварилась Вкусная кашка Абсолютно не горькая Я лежала Все это время Потому что у меня болеть живот Не то что болит Короче, девочки меня поймут Скоро уже за Виталинкой Идти в школу И нам сегодня на рисование И продолжать свою трапезу Иду на балкон Показать вам Свои цветочки Вот Так Перец у меня так и не Получился Его съела Видите Не знаю Что это Короче Я его когда побрызгала У него отпали Эти все его брулечки Вот Короче говоря Я его вырву И выкину Такая гадость Это Что-то завелось Не знаю Так Здесь у меня Начала наконец-то Расти Декабрист Так Здесь у меня Долларовое дерево Это я своего большого Отсадила Это Языки Тещи По-моему Смотрите Они вот такие длинные Выросли И падали Некрасиво было Я хотела Чтобы они вот такие Упругие Небольшие Были Короче Я их вот так Подрезала Вот Так На заметку Потому что я уже прям Хотела от него избавиться Но столько он мне Мулил глаза Был неприятен Этот цветок Вот Вот так Обрезала По форме Вот этих Вот Это Зимина кулькас Это Долларовое дерево Тут у меня Эти кактусы Все плодятся Вот Остальные Плющи Вот тут кстати Молодняк Кактусов Так Вот У меня Ой Зацвел Цветок Боже Какая прелесть Боже Я не видела Вот это тоже Подобные Только этот Типа Кругленькие Такие Листики А здесь Плоские Кстати Шкафующие Двери Нету У меня Зацвел Вот этот Цветок У меня Тут Золотой Ус И сейчас Я покажу Вам Вот Цветочки Мои Денежное Дерево Вот этот Цветок Который Я за 9 Гривен Купила С двумя Листочками Он Отлично Кротон По-моему Вот Я сейчас Пеларгония Да По-моему Цветет Тоже Я ее Подрезала Она так Плестись Стала Наконец-то У меня Будет Хоть Одна Фиалка Это Тоже Декабрист И еще Одно Денежное Дерево Они Отличаются Это Такое Более Махровое Какое-то Мелкие Листики А здесь Крупные Так что Такие У меня Цветочки На Балконе Петония Цветет Шикарно Я ее Подщипываю И она Опять Цветет Ну Красная Что-то Поплохела Но Розовая Вообще Красивая Редактор субтитров